Добрый день друзья! Сегодня на обзоре у нас эсминец 10 уровня Японии Шимакадзе. Этот эсминец имеет статус ветерана в игре и к себе на аккаунт его получили довольно много игроков. Но вместе с тем Шимакадзе и на сегодняшний день остается актуальным эсминцем в нашей игре. И именно на этот факт нам указывает статистика по всем эсминцам 10 уровня за последние 28 дней. Хотя эсминец и не занимает лидирующих позиций по статистике как на европейских северах, так и в РУ-регионе. Но то количество боев, которые проводят игроки на этом эсминце в разы, а иногда и на порядок больше, чем у многих веточных эсминцев. Что лишний раз доказывает нам тот факт, что Шимакадзе спустя многие годы все еще сохраняет статус любимого эсминца для многих игроков. Мы же сконцентрируем внимание на сильных и слабых сторонах эсминца и определим условия, соблюдение которых заметно повысит эффективность применения эсминца в бою. Для этого разберем характеристики эсминца, а также особенности игры на нем в современном рандоме. Рассмотрим перги командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. Эсминец имеет минимальное количество очков боеспособности на уровне 17900. Меньшую боеспособность 17300 имеет только Сомерс, но это уже премиум эсминец. Шимакадзе имеет типичное для класса бронирование, которое перед вами сейчас на экране и особого разбора не требует. Бронирование без каких-либо особенностей для класса. Шимакадзе имеет лучшую маскировку на уровне. С пергом командира мастер маскировки и модернизации системы маскировки, заметность кораблей составляет 5,6 км, а заметность самолетов 2,7 км. И такая маскировка позволит играть эсминцу от засвета и реализовывать порой самые безумные стратегии. Шимакадзе имеет базовую максимальную скорость хода 39 узлов и это средняя скорость на уровне. Неплохой радиус циркуляции 690 метров и лучшие на уровне, время перекладки рулей 3 секунды, обеспечат эсминцу достойную маневренность. Перейдем к орудиям. Шимакадзе имеет 6 орудий в 3-х двухорудийных башнях с калибром 127 мм. 2 из 3 башень расположены в корме, что дает более выгодные позиции эсминцу в перестрелках на отступлениях. Базовая дальность ведения огня 11,4 км, не лучшая на уровне. Средняя на уровне скорость полета снарядов 915 метров в секунду для фугасов и бронебойных. Баллистика и точность орудий с учетом дальности стрельбы вопросов не вызывает. Невысокая скорость поворота башен не позволит вести маневренный бой. Кроме того эсминец имеет одну из худших на уровне скорость перезарядки орудий 5,7 секунды. Шесть орудий главного калибра имеют максимальный на уровне урон фугасных снарядов 2150 единиц, которые обеспечат неплохой вес залпа, но в силу невысокой скорострельности формируют худший на уровне ДПМ на фугасах. Урон бронебойных снарядов один из худших на уровне 2200 единиц. И ДПМ на бронебойных также худший на уровне. Силу чего доминировать в перестрелках с одноклассниками Шимакадзе не сможет. И конечно основным типом снарядов будут фугасы с бронепробитием 21 мм и одним из лучших шансов пожара 9%. Простые в использовании и эффективные фугасные снаряды и будут основными. Здесь следует лишь отметить, что добить шотный эсминец и отвесить пару смачных залпов Шима сможет, благодаря лучшему разовому урону фугасных снарядов, а затем, при необходимости быстро отсветиться, уйдя в дымы. Торпедное вооружение эсминца представлено тремя пятитрубными торпедными аппаратами с возможностью пуска 15 торпед с любого борта. Доступны три типа торпед с 8, 12 и 20 км дальностью хода. 12 км торпеды наиболее сбалансированы и удобны в использовании и имеют следующие характеристики. Максимальный на уровнях шанс затопления 406%. К примеру, европейский эсминец Хаванд имеет шанс затопления всего 173%. Максимальный урон каждой торпеды 23 767 единиц, что в результате дает максимальный урон торпедного веера в игре, без учета расходника ускорена перезарядка торпед, которые есть у некоторых эсминцев. Дальность хода торпед удобная – 12 км. И такая дальность хода обеспечит эсминцу возможность инвизного пуска торпед, а при необходимости позволит вести довольно эффективный торпедный бой вне зоны действия РЛС противника или быстро выйти из нее. Скорость хода торпед вполне неплохая на уровне 67 узлов. Заметность торпед средняя и составляет 1700 метров. Время перезарядки худшее на уровне и без разгона составляет 153 секунды. Таким образом, Шимаказы на 10 уровне имеют самые мощные и универсальные торпеды с удобной дальностью и неплохой скоростью хода. Кроме того, потенциал урона торпед часто будет в смертоносном бою. Глубинные бомбы Шимаказы имеют вполне хороший потенциал урона на уровне. Максимальный урон бомб – 4600 единиц и готовы к сбросу сразу два заряда. Причем количество бомб в заряде – целых 16 штук. И этих двух зарядов хватит, чтобы нанести серьезный урон вражеской подводной лодке, а в ряде случаев и потопить. Нужно отметить довольно слабое ПВО, которое представлено всего двумя аурами. Ближняя аура с радиусом действия 2,5 км и уроном 98 единиц. И дальняя аура 5,8 км с уроном всего 49 единиц. Очки умений в первую очередь лучше потратить по стандартной схеме на живучесть, а также усилить основное торпедное вооружение эсминца. А именно на следующие перки командира. Первый перк – профилактика. Второй перк – из последних сил, который позволяет частично сохранить скорость и маневренность в прикрытых двигателя и рулевых машин. Третий перк – мастер борьбы за живучесть, который увеличивает крайне низкую боеспособность. Четвертый перк – мастер маскировки, снижает заметность на 10%, повышая живучесть эсминца. Дальше следует усилить основное вооружение эсминца. Пятый перк – мастер перезарядки торпед. Повысим скорость перезарядки основного вооружения. Шестой перк – осмотрительный. Увеличивает скорость корабля на 8%, пока корабль остается незамеченным. Так как эсминец имеет лучшую маскировку, то этот перк будет максимально эффективным. Седьмой перк – отчаянный. Улучшает характеристики корабля при потере боеспособности. В том числе снижает время перезарядки торпед главного калибра и повышает постоянный урон ПГУ. Восьмой перк – наводчик. Повысит не самую лучшую скорость поворота орудий главного калибра. Как мы выяснили, Шимакадзе вполне способен отвесить пару смачных плюх, благодаря своим мощным фугасам. Я предпочитаю не отказываться от этого удовольствия. На Шимакадзе я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усиливаем живучесть торпедных аппаратов и главного калибра, что позволит нам более эффективно использовать возможности эсминца в бою. Второй слот – защита машинного отделения. Чем повысим живучесть двигателя и рулевых машин, что так важно для эсминца, который всегда находится на линии огня. Как вариант, в этом слоте доступна прекрасная угольная модернизация, которая увеличивает время работы снаряжения «Форсаж» на 30%. Третий слот – торпедные аппараты. Повысим скорость хода торпед на 5%, а также время поворота торпедных аппаратов на 20% и повысим защищенность основного вооружения эсминца. Четвертый слот – энергетическая установка. Повысим скорость разгона эсминца. Пятый слот – система маскировки. Улучшаем топовую маскировку эсминца, которая ключевым образом влияет на геймплей. Шестой слот – уникальная модернизация контейнера скоростной перезарядки торпедных аппаратов, которая повысит скорость перезарядки основного вооружения эсминца на 25%. Доступное снаряжение «Шимакадзе». Стандартная аварийная команда. Время работы – 5 секунд и время перезарядки – 40 секунд. Дымогенератор. Время постановки дымов – 20 секунд. Рассеивание – 97 секунд и перезарядки – 160 секунд. Эти дымы позволят сформировать безопасную зону в случае необходимости уйти из-под фокуса. Иногда спрятаться от Абика, в том числе при захвате точки. И, конечно, позволят, находясь в относительной безопасности, вести огонь по врагу. Но нужно убедиться, что вам в дымы некому кинуть торпеды, и у вас будет засвет, чтобы эффективно вести огонь. И стандартный «Форсаж», который на 120 секунд увеличит максимальную скорость эсминца на 8%, время перезарядки которого – 120 секунд. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. Подводя итоги, следует сказать, что «Шимакадзе» имеет ряд недостатков, а именно малое количество очков боеспособности, отсутствие хилки, слабый главный калибр и слабая ПВО. Но вместе с тем эсминец имеет лучшую маскировку, неплохую скорость и маневренность, а торпеды имеют максимальный потенциал урона на уровне. Кроме того, фугасные снаряды имеют максимальный урон на уровне и дают нам неплохую возможность довольно больно встретить несколькими залпами, используя лучшую маскировку. Но для раскрытия потенциала эсминца нужно выполнить следующее требование. Изучить основные предложенные перки командира. Используя лучшую на уровне маскировку, обеспечить эффективный насвет для уничтожения, в первую очередь, вражеских эсминцев и подводных лодок. Сосредоточить усилия на захвате и контроле точек, используя лучшую маскировку на уровне. Используя тактику неожиданных торпедных атак в местах скопления вражеских кораблей, в том числе в ожидаемых местах продвижения и на приоритетных направлениях. Стараться комбинировать эффективную связку с затоплением плюс пожарами. Не ввязываться в долгие перестрелки с одноклассниками. Избегать фокуса противника в силу низкого количества очков боеспособности и отсутствия хилки. Добивать шотные слабобронированные цели, используя неплохой беззалп орудий на фугасных снарядах. Обязательно использовать сигнал Джульет Чарли, который полностью устраняет вероятность взрыва погреба боеприпасов. В случае выполнения всех этих условий, а также если удача хоть немного улыбнется вам, Шимакадзе осчастливит чудовищными цифрами урона. Сложность игры на 10 уровне довольно высока. Здесь и РЛС, и суперкорабли, и подводные лодки, а также много мощных кораблей, в силу чего реализация эсминца не будет простой и требует постоянного контроля ситуации на миникарте, а также наличие определенных знаний, тактико-технических характеристик кораблей. Но все это не пугает игроков, и Шимакадзе по-прежнему остается любимчиком многих из нас уже долгие годы. И цифры статистики свидетельствуют именно об этом. Всем мира и добра, и до новых встреч в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok